Григорий Петрович Данилевский. Княжна Тараканова. Часть первая. Дневник лейтенанта Концова. Немалейшего сумнения, она авантюрьера. Письмо Екатерины Второй. Глава первая. Май 1775-го. Атлантический океан. Фрегат «Северный орел». Трое суток не смолкала буря. Трепало так, что писать было невозможно. Наш фрегат «Северный орел» за Гибралтаром. Он без руля, с частью оборванных парусов, уносится течением к юго-западу. Куда прибьемся? Что будет с нами? Ночь. Ветер стих, волны улегаются. Сижу в каюте и пишу, что успею записать извиденного и испытанного, засмолю в бутылку и брошу в море. А вас, нашедших, молю отправить по надписи. Боже, Вседержитель, дай памяти, умудри, облегчи болящую и стерзанную сомнениями душу. Я моряк Павел Евстафьевич Концов. Офицер флота Ее Величества, Всероссийской императрицы Екатерины Второй. Пять лет тому назад Божьим изволением удостоился особого отличия в битве при знаменитой Чесме. Всему свету известно, как наши храбрые товарищи, лейтенанты Ильины, Клокачев с четырьмя брандерами, наскоро снаряженными из греческих лодок, в полночь 26 июня 1770 года, отважно двинулись к турецкому флоту при Чесме и послужили к его истреблению. И мне смиренному удалось в то время, прикрывая брандеры в темноте с корабля Януария, лично бросить во врага первый каленый Брандскугель. От Брандскугеля, попавшего в порховую камеру, вспыхнул и взлетел на воздух адмиральский турецкий корабль, а от наспевших брандеров загорелся и весь неприятельский флот. К утру и сотне грозных 60 и 90 пушечных вражьих кораблей, фрегатов, гальотов и галер не осталось ничего. Плавали одни догоравшие обломки, трупы и разрушенная корабельная снасть. Наш подвиг воспел в воде на Чесменский бой преславный поэт Херасков, где и мне, незнаемому светом, посвящены в добавлении сии громкие вдохновенные строки. Вручает слава ветвь, вручает ветвь Лаврову, кидающему смерть в турецкий флот Концову. Он и стихи твердили все наизусть, хотя бывшие в нашей службе на брандерах англичане, как Маккензи и Дугдаль, главнейше приписывали себе славу Чесменской битвы, но и нас начальство отменно взыскало и отличило. Притом я был удостоен чинам лейтенанта и взят в генераль-садъютанты к самому победителю морских турецких сил при Чесме, графу Алексею Григорьевичу Орлову. На службе мне везло, жилось вообще хорошо, но страшный рок иногда преследует людей. Судьба отвернулась от меня, статься может за поспешное, хотя вынужденное удаление с родины. Мы радостно жили на славных Чесменских лаврах, превознесены и чествуемы всюду — французами, венецианцами, испанцами и иных наций людьми. И вдруг мне, бедному, выпал новый нежданный тяжкий искус. Война еще длилась. Граф Алексей Григорьевич Орлов после шумных битв, живя в удовольствии на покое, при флоте, говаривал. — Я так счастлив, так, как будто взят Аки Енох живой на небо. Это он так только говорил, а неукротимыми и смелыми мыслями не переставал парить высоко с тех пор, как некогда пособил Екатерине взойти на престол. Однажды, плавая с эскадрой в Эдриатике, он послал меня для одной тайной разведки к славным и храбрым жителям Черной горы. Это было в 1773 году. Лазутчики все ловко и умненько устроили. Я бережно в ночной темноте высадился, снес что надо на берег и переговорил. А на обратном пути, в море, нас приметила и помчалась за нами сторожевая турецкая кочерма. Мы долго отстреливались. Наших матросов убили. Я, тяжело раненый в плечо, был найден на дне катера, взят в плен и отвезен в Стамбул. Во мне, хотя переодетым в албанский наряд, угадали русского моряка и сперва очень ухаживали за мной, очевидно, рассчитывая на хороший выкуп. Но когда знаются, думал я, что их пленник, тот самый лейтенант Концов, от Бранцкугеля которого зажегся и взлетел на воздух под чесмо их главный адмиральский корабль, «Что станется тогда со мной?» Глава вторая Я пробыл в плену около двух лет. Настал 1775 год. Вначале меня держали в заперти в какой-то пристройке Эдикуля, семибашенного замка, потом в цепях при одной из трехсот стамбульских мечетей. Дошел ли туда на самом деле слух, что в числе пленных у них находится Концов, или турки, потеряв надежду на мой выкуп, решили воспользоваться моими сведениями и способностями, только они затеяли склонить меня к исламу. Мечеть, где я содержался, была на берегу Босфора. Из железной оконной решетки виднелось море. Лодки сновали у берега. Навещавший меня мула был родом славянин, болгарин из Габрова. Мы друг друга вскоре стали понимать без труда. Он начал стороной наставлять меня в турецкой вере. Хвалил мусульманские обычаи, нравы, превозносил могущество и славу падишаха. Возмущен этим, я упорно молчал, потом стал спорить. Чтобы расположить меня к себе и к вере, которую он так хвалил, мулай схлопотал мне лучшие помещения и продовольствия. Меня перевели в нижнюю часть мечети, при которой он состоял. Начали давать мне табак, всякие сласти и вино. Цепей с меня, однако, не снимали. Сам Верат Ступник, учитель мой, по закону Магомета, не пил, но усердно соблазнял меня и манил. «Прими, Ислам, будет тебе вот как хорошо. Цепи снимут. Смотри, сколько кораблей. Поступишь на службу, будешь у нас капитаном Пашой». Я лежал на циновке, не дотрагиваясь до предлагаемых соблазнов, и почти не слушал его. Моим мыслям представлялась брошенная родина. Я перебирал в уме друзей и близких, улетевшие счастье. Сердце разрывалось. Душа изнывала от неизвестности и тоски по родине. О, как мне памятны часы того тяжкого рокового раздумья. Как теперь соображаю, я тогда вспомнил наш тихий, далекий украинский поселок, родовую концовку. Я, сиротой, в офицерском чине, прибыл из петербургских морских классов на побывку к бабушке. Ее звали Аграфенной Власьевной и тоже Концовой. У бабушки поблизости города Батурина были богатые соседи по деревне, Ракитины, отставной бригадир-вдовец Лев Ираклевич и его дочка Ирина Львовна. То да сё, езда в Ракитинскую церковь, Потом в тамошние хоромы, свидания, прогулки, ну, молодые и полюбились друг к другу. Мои чувства к Ракитиной были страстны, неудержимы. И Рэн, пленительная, смуглая, с пышными чёрными волосами, Стала для меня жизнью, божеством, на которой я день и ночь молился. Мы объяснились, сблизились, неведомо для других. Боже, что это были за мгновения, что за беседы, клятвы. Началась пересылка страстных грамоток. Я всегда любил музыку. Ирэн дивно играла на клавикордах и пел из глюка Баха и Генделя. Мы виделись часто. Так тянулось лето. Дорогие памятные дни. Одно из моих писем к Ирэн по несчастной случайности Попалось в руки её отца. Был ли Ракитинг дочки не в меру строг и суров? Уговорил ли её отказаться от меня, Променяв преданного и верного ей человека на иного. Только горько. Тяжело о том вспоминать. Была осень, и, как теперь помню, праздник. Мы собирались в Ракитинскую церковь. Кто-то въехал к нам во двор. Разряженный ливрейный лакей подал бабушке, привезённый им от Ракитиных, запечатанный пакет. Сердце моё так и ёкнуло. Причувствие сбылось. Бабушке относительно меня был прислан точный и бесповоротный отказ. Простите, мол, матушка Аграфена Власевна, ваш Павел Евстафьевич всем достоин, всем хороший пригош, писал бригадир Ракитин, но моей дочери, извините, он не пара и напрасно с ней пересылается объяснениями. Пусть не гневается, а мы ему были и будем, кроме означенного, друзьями и желаем вашему крестнику и внуку найти сто крат лучшую и достойнее его. Сразило меня это письмо. Померк свет в глазах. Вижу, пресеклось дорогое, чаемое счастье. Гордецы, богачи, свойственники разумовских Ракитины без жалости презрели небогатого, хоть и коренного, может быть, древней их, дворянина. Спейся знатность родства, близкого ко двору бывшей императрицы взяли вверх над сердцем. И прежде было слышно, что отец Ариши прочил свою дочь во Фрейлины, в высший свет. «Бог с ними», — твердил я как безумный, ходя по некогда приветливым, ныне мне постылым светлицам бабушки. День был пасмурный, срывался мелкий дождь. Я велел оседлать коня, бросился с отчаяния в степь, прискакал к лесу, граничившему с Ракитинской усадьбою, и носился там по полям опушки, как тронувшийся в уме. Ветер шумел в деревьях, поля были пустые. К ночи я подвязал коня к дереву и садом из леса подошел к окнам Аришиной комнаты. Что я перечувствовал в те мгновения. Помню, мне казалось, стоит только дать ей знать, а она бросится ко мне. Мы уйдем на край света. Безумец. Я надеялся ее видеть, с ней обменяться мыслями, наболевшим горем. Брось, отца, брось его, шептал я, вглядываясь в окна. Он не жалеет, не любит тебя. Но тщетно. Окна были темны, и нигде в смолкнувшем доме не было слышно людского говора. Не сказывалось жизни. Две следующие ночи я снова пробирался садом к дому, сторожила у знакомой Горенки, откуда прежде она подавала мне руку, бросала письма. Не выглянет ли Ирен, не сообщит ли о себе какой вести. Посылал ей тайное письмо. Ответа не было. В одну ночь я даже решил убить себя у окна Ирен. Ухватился даже за пистолет. «Нет», — решил я тогда, — «зачем такая жертва? Быть может, она променяла меня на другого. Подожду, узнаю. Может быть, и впрямь нашелся счастливый соперник». После я узнал, да уже поздно, что Ракитин, написав мне отказ, увез дочку в дальнее поместье своих родных, куда-то на Аку, где некоторое время ее держал под строгим присмотром. Глава третья. Бабушку не менее меня сразило мое положение. Она спустя неделю призвала меня и объявила. «Твой Реваль, тобой угадан. Это дальний родич Ракитиных, князь и камергер. Я узнала стороной Павленька. Его нарочито выписали. Он у них гостил во время твоих исканий и помог ему ехать без следа». Сноска. Реваль. От французского «ревал», соперник. «Забудь мою Аншерену. Она, очевидно, в батюшку. Гордячка. Утешишься, даст Бог, с другою». Сноска. Мон Анш. С французского «мой ангел». Я сам был обидчив и горяч. Бабушка права, мыслил я, решаясь все бросить и забыть. Если бы Ирен была с сердцем, она нашла бы случай написать мне хотя бы строку. Помню одну ночь, когда я у себя нашел добытый у одного любителя, переписанный для Ирены и ей не отданный гимн из «Ифигении», новый, тогда еще неигранный оперы «Глюка». Я со слезами сжег его. После долгих душевных страданий и отчаяния я уехал из родных мест. Прощание с бабушкой было трогательным. Оба мы как бы предчувствовали, что более не увидимся. А графена Власевна в тот же год без меня простудилась, говея в ближнем монастыре, недолго хворала и умерла. Я остался на свете одинок, как былинка в поле. Покинув концовку, я некоторое время скитался в Москве, где имел доступ, в семейство графов Орловых. Потом в Петербурге, все допытываясь о родичах Ракитина, живших за окой, все надеясь еще перекинуться вестью с изменницей Иран. Никто мне о них не дал сведений. Мой отпуск еще не кончился, я был свободен, но уже ничто меня не манило в свете. Что оставалось делать? Предпринять. Вести с юга и за море, между тем, наполняли в то время все умы. Было начало турецкой войны. Счастливая мысль меня озарила. Я обратился в коллегию морских дел, и стал хлопотать о немедленном своем переводе на эскадру в греческие воды. Мне помог граф Федор Орлов, давший рекомендацию графу Алексею, командиру нашего флота в Средиземном море. Как я прибыл туда и что испытал, не буду рассказывать. Повторяя имя некогда мне дорогое, я кидался во все опасности, искал смерти в специи под Наварином и Чесмой. «Ариша, Ариша, что сделала ты со мной и за что?» – твердил я. «Боже, когда бы скорее конец жизни!» Но смерть не приходила. Вместо того я был схвачен и после славной Чесмы попал в долговременный плен в Стамбул. Навещавший меня Мула становился все ласковее, а рядом с тем и настойчивее. Мы виделись ежедневно и подолгу беседовали. Иногда он сердил меня, даже приводил в бешенство, а порой был забавен. И я в шутку склонял его для компании отступить от заповеди пророка, который он мне с таким жаром объяснял. Просил его выпить со мной. И сам для этого пил. Мой учитель делать нечего в угоду мне стал усердно пробовать приносимого мне хиоскового и иного вина.